Так, ребятки, кто вдруг пропустил, либо впервые попал в наш канал, то напомню, что мы совсем недавно остались без машины. Выпуски я прикреплю в описании, как обычно. И сейчас у нас такая новая ступенька жизни без машины. Во-первых, мы сейчас едем в Турцию, как там будем без тачки, тоже пока не понимаю. Ну и плюс у нас есть дела в Краснодаре, которые нужно тоже решить. И машина под жопой была бы очень добра, но у нас ее нет. Поэтому сейчас я занимаюсь тем, что зашел в интернет и решил загуглить, какие здесь вообще есть каршеринги, сколько это будет стоить, как их арендовать. Ни разу этого не делал, регистрировался когда-то, по-моему, в Белке, но ни разу не брал так тачку. Вот, нужно посмотреть, изучить весь этот вопрос, потому что сегодня, Настеньке, нужно ехать к врачам. Мы пока были в Подмосковье, в Подольске, хотели сводить, в итоге что-то затянули, там очереди и так далее и тому подобное. Короче, затупили и не сделали. Сюда приехали, вот сейчас снова пойдем в какие-то платные клиники, будем делать Мирону УЗИшки. Плюс там Настеньке нужно тоже показаться к врачу. Я зашел сначала на, как он называется, Яндекс, Яндекс.Такси. И тоже, видите, здесь есть Эконом, Комфорт, Комфорт Плюс и все. А семейных микроавтобусов нету. А нам-то пятерым, как мы поедем на такой маленькой машине, не получится уже, поэтому либо семейный, либо аж две такси надо заказывать. Вот. Сейчас попробую найти каршеринг. Я пока довариваю супец. Скачал, значит, приложение Дилимобиль. В Краснодаре три каршеринга существуют. Сейчас вам скажу, какие. Это Дилимобиль, Шерри, Шерри Мобиль и Урандкар. Так вот, Дилимобиль, в принципе, у меня многие знакомые пользуются этим каршерингом. Я тоже решил скачать. Сейчас нужно сюда прогрузить все данные и, соответственно, чуть позже скажу по ценам, вообще сможем ли мы воспользоваться. Потому что здесь вот, например, в округе района я их вообще не видел. Ну, собственно, тыкмык, 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 тыкмык. Вроде, смотрите, я зарегистрировался. Проверка занимает 40 минут или немного дольше. Есть права, полученные недавно. Все, привязал карту, активировать промокод. У меня нет никакого промокода. Сейчас посмотрим. Я посмотрел здесь, значит, существуют машины Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan Qashqai и BMW 3 еще есть. По ценам примерно 10 рублей будет выходить минута. Бензин, парковки бесплатно. Ну, сейчас увидимся. В приложении брать поминутно. То есть, я там нахожу машину, и там только суточная аренда указана. По Краснодару у нас в данный момент присутствует только по суточной аренде. То есть, поминутной аренде Краснодар на данный момент у нас не представлено. Блин, просто я когда зашел изначально, смотрел, там было, я выбрал город, и было указано, что есть, типа, минутная, типа, 9 с копейками рублей. А когда, получается, зарегистрировался, все подписал, в итоге нету. На данный момент, сейчас посмотрю, на сайте вы посмотрите, правильно понимаю? Ну да, ну, в приложении. Да, действительно, вижу, что на нашем официальном сайте, к сожалению, указана данная информация, что у нас нет, присутствует на данный момент поминутной аренде, только по суточной аренде, как нам дали. Я вас понял, ладно, спасибо. Возможно, вопросы какие-то по суточному тарифу у вас есть? Да нет, или не по суточному? Хорошо, в таком случае, если у вас на данный момент, я сразу же более вопросов, что стоит на линии для оценки моей консультации. Всего доброго, до свидания. Вот такие вот дела, видите, на сайте пишут одно, а по факту, оказывается, другое. Вот, он даже сам подтвердил мои слова, что действительно они вот лажают. Блин, я не знаю, меня вот прям раздражают такие компании, которые лажают на самом старте. Вот уже как вот доверять можно, когда вот так? Ну, не знаю, что-то как-то не особо выгодно-то и получается. Может быть, я что-то не догоняю, но смотрите, здесь стоимость составляет 1443 рубля 24. Включено пробега 1 километр. Стоимость суточной аренды спишется сразу после осмотра и перед началом поездки. Тариф действует 23 часа 59 минут. По истечению суток оплата осуществляется поминутно, 97 копеек в минуту. В поездке 97 копеек в минуту в режиме ожидаемый. Стоимость суточной аренды не включены километры. Прикиньте, каждый километр по пути стоит еще дополнительно 8 рублей 19 копеек. Таким образом, вы не переплачиваете за неиспользованные километры пакета. Суточный тариф начинается действовать сразу после начала аренды и не может быть прерван. Заменить автомобиль можно только в случае технических неполадок. Но вот я не знаю, одно дело 1400 отдал и катаешься сутки, а другое дело тебе еще и за километры надо будет башлять. Я не понимаю в чем прикол. Вот в Москве ты берешь поминутно и все, и берешь, едешь и не паришься. А здесь что-то геморрой придумали. Сейчас позвонил в такси, компания везет. Многие, я думаю, что ее знают. Спросил, а знаете, сходу не здравствуйте, а не сразу так. Откуда вас забрать? Я говорю, подождите. Я говорю, давайте сначала так. Сможет ли ваше такси забрать нашу всю большую семью, трое детей и два взрослых? У вас пять человек? Я говорю, ну, пять человек. Нет, к сожалению, минивены у нас отсутствуют. Забрать вас не сможем. Могу предложить вам два легковых автомобиля. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Здравствуйте. Откуда поедете? Здравствуйте. Так, смотрите, ответьте, пожалуйста, сначала на вопрос. А у нас, возможно, есть какая-то машина, которая нас увезет пятерых, три ребенка и два взрослых? Сейчас я посмотрю минивены, по-моему, нет. Нет. Нет, да? Это только две машины, да? Ну, понятно, нет, две машины нам неудобно. Ладно, спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну, вот, такие дела. Вот, куда бы я ни позвонил, машин нет, минивенов нет. В Краснодаре вообще, получается, Родин, подожди, нельзя жить с большой такой семьей, как у нас. Но если нет этой машины, все, вы никуда не уедете. В общем, печалька, мы вообще ничего не решили, поэтому Настенька сейчас, скорее всего, сама поедет на такси, вызовет такси, провожу, спущу, посажу. В принципе, что у нас, люлька, кресло это есть. Вот, но все равно для Настеньки это вообще стресс куда-то ехать, стресс одной, стресс с ребенком, да еще и на такси. Мы, в принципе, на такси не любим передвигаться, всегда машина, а тут, как бы, вот такой вот период, когда, ну, придется как-то, как-то побыть в таком вот дискомфорте. Я решил сам найти клинику поближе, потому что я понимаю, что действительно... Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, а у вас УЗИ можно сделать, ну, малышу два месяца, ну, который нужно, там, планы... Да, а УЗИ... Ну, головы и что-то лишнее. Так что, пять исследований, которые, да, наверное, входят, вот эти, наверное, да, вот, интересуют, где это, наверное, что у вас людей, как-то... Да, 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 да. По стоимости 3,200 они стоят. Все вместе? Да, можно. Да, все вместе, 3,200 будут, пять исследований. Ага, так, а когда можно записаться? Смотрите, я могу предложить на завтра, вот одна единственная пушка есть на 17,50. На 17,50 на завтра нам подходит. А сегодня никак? Подходит? Нет, к сожалению, сегодня уже нет, сегодня уже полностью все занято. Ага, так, я вас понял, хорошо, давайте. Это вот вы находитесь в Петра Метальникова, да? В Петра Метальникова, 13, да, ближе к российской, последний дом. Да, да, отлично. Говорите фамилию тогда, Игонка. Баранчук. Либо лампера. Все, хорошо, огромное спасибо. Пожалуйста, ожидаем. До свидания. Блин, я, короче, не знаю, как эта женщина жила бы без меня. Как я вообще жила без меня столько лет? Не знаю, ее выпустите куда-нибудь, она же пропадет без меня. Ну, как можно было искать, найти в центре, куда ехать 40 минут сейчас по пробкам, обратно, скорее всего, час-полтора, плюс, типа, нашла акцию 4,300 в нашей любимой Екатерининской клинике. Сколько они сказали? 7,250 вообще этот комплекс. И вот вы сами слышали, 3,200. На завтра нас только записали, вот, Настенька завтра пойдет. Причем самое, что интересно, это в нашем жилом комплексе, в нашем, через 4 дома. Класс. 3,200. Вот так вот. И, кстати, вот, по минусам Краснодара, самый большой минус, это то, что многодетным семьям жить здесь вообще нельзя, потому что если у вас нет машины, вы здесь просто не сможете передвигаться. А огромный плюс этого города, что, говорю, вот я уже снимал, рассказывал про это, что в шаговой доступности можно решить любые свои вопросы. Вот за что я люблю нашу квартиру и наш район, так это вот за то, что ты выходишь из дома в радиусе 100 метров, ты закроешь абсолютно все свои потребности и хотелки. Мы все вместе сейчас собрались. Вот, вот Настенька как раз звонит по телефону, отменяет запись, которая на сегодня была, да, вот куда нам надо было ехать. Вот, а мы решили все дружно сейчас прогуляться до того центра, собственно, куда я записал Настеньку на завтра. Это, как я бы говорил, это в нашем жилом комплексе. Вот буквально через 4 дома. И там я еще хочу у них узнать, ну, коли мы туда уже идем, узнать, сколько будет стоить этот ПЦР-тест. Нам-то однозначно это нужно делать, потому что нам улетать уже 11-го. Вот, сколько будет стоить нам на двоих. Детям же вроде сейчас не нужно делать. Вот, идем сейчас все узнаем. Вот, да, наш комплекс. Вот это последние дома. Вот это такая классная детская площадка, загороженная калиточка. И здесь два, получается, входом, чтобы самые маленькие не убегали. И вот где-то то ли в этом, то ли в этом доме как раз и есть клиника. Так, наш райончик. Сегодня почти закат уже, да. И вот, смотрите, да, в крайнем доме, получается, есть СДЭК, гематест и меценар. Вот именно вот этот меценар, вы как раз и записались. И завтра Настенька сюда пойдет с нашим маленьким, опа, чудом. Вот он, Настя. Слушайте, знаете что? Прям сразу сходу прикольно. Вот вывеску главную я вам показал. Это, короче, для взрослых. А вот вход. Это именно для мам и малышей. Вот прям идеально, что они разделили, что общего потока со взрослыми нет. Это, конечно, вообще сразу сходу плюс. И вот, кстати, на нашем районе, да, есть гимназия лидера. Такая большая, по-моему, сетевая сеть. Ну, по Краснодару, по-моему, точно. Вот. И вот такая у них территория, есть детская площадка. Вот она полностью наш райончик. Жилой комплекс, точнее, да. И вот тут, ну, в принципе, вот все есть. Все, что нужно для человечества, все есть. Пока туда-сюда сходили уже, темно на улице. Ладно, буду с вами прощаться. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Так, ребятки, у нас, походу, уже традиционный такой момент во влоге, когда мы показываем, что мы готовим на ужин. Смотрите, покажу. Я уже закинул сюда картошечку, вот так вот порезанную. Значит, растительное масло добавил, чеснок и соль. Также мы купили две вот такие вот лопатки свиные. Сюда, значит, соль, чуть-чуть соевого соуса, лук и наша любимая приправа. Все, сейчас я это ставлю, все делаю. Оно замаринуется пока, картошка будет запекаться. А мне нужно сгонять за водой. Напоминаю, мы воду здесь покупаем. 4 рубля за литр. Сгонял, значит, я с водой. Картошка пока запекалась, чуть запеклась. И теперь просто берем вот эти два стейка огромнейших. И вот так вот аккуратненько все это дело выкладываем. Так, сейчас надо все подвинуть по ходу дела. Так, и вот второй огромный кусок. Слушайте, ну кого раздразнил, ребятки, бегите в магазин. Сейчас еще вот так вот сюда лучок. И все, и ставим в духовку. Ну что, там почти на самом деле доготовилось уже. Вот такая вот красотища, друзья, у нас получилась. Все, мы будем садиться кушать. Ну а я теперь с вами вот прям точно прощаюсь. До нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok